Сегодня к нам в редакцию пришло письмо, где говорится, что в городе Реж, не приходя в сознание, в больнице скончался местный житель по фамилии Мохов, который жестоко пострадал в ДТП, случившемся три с половиной месяца назад. Вот реальные кадры, снятые в тот роковой вечер, видеорегистратором машины водитель которой едет явно дальше, чем видит. То есть понятно, что трое мужчин, шагавших в темноте по обочине спиной к движению, тоже поступали не самым осторожным способом, но они-то, по крайней мере, ничьей жизни при этом не угрожали. А вот тот, кто рулит источником повышенной опасности, просто не имеет права рисковать. Либо включать дальний, либо тащить с черепашьей скоростью, чтобы в случае чего успеть остановиться в пределах освещаемого куска дороги. Иначе бывает то, что и случилось. Двух из трех мужчин он снес, один из них в результате полученных травм умер в больнице через 40 дней. Его родственники сейчас, спустя два месяца после его смерти, естественным образом волнуются, как бы виновник ДТП не ушел от ответа уже с учетом новых обстоятельств в его деле. И пишут нам тревожные письма с опасением насчет того, что следователь такой-то НП из Режевского ОВД заволкит дело. Осмелимся предположить, что они ошибаются. Им, кстати, простительно. А следователь такой-то НП, несомненно, в связи с кончиной пострадавшего, сделает все, что требует от него закон. И тут никакого иного выбора у него нет и быть не должно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok